Книга «Открытым оком», том 12, вопрос 2641, тема «Старообрячество». Каково отношение Старообряческой Церкви к углубляющемуся социальному расслоению в русском обществе, к проблеме бедности и социальной деградации в современной России? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Цитата. Чины, изливающиеся на нас из различных источников массовой информации, массовой культуры. Сегодня это уже заметно сказывается на облике нашего соотечественника. В результате по стране в целом падение морали, снижение культурного уровня, отмирание патриотизма, оскудение веры. А в семьях раздор и горе родителей. И социальное расслоение общества только довершает бедственную картину. Речь идет ведь не просто о бедности. Бедность – неизбежное явление, известное во все времена. По словам Господа, нищих всегда имеете с собой. Бедность одних, богатство других так было всегда и, вероятно, будет, но при этом не должно быть отчуждения в обществе. Одна его часть не слышит и не понимает, просто не замечает страдания и агонии другой части общества. Это рак нравственности. Его метастазы и дают себя знать в процессах социальной деградации. Поэтому в решении социальных проблем остается надеяться на государство, хотя оно у нас и слабое. Вопрос, скорее всего, надо ставить об определенных социальных гарантиях, которые могли бы предотвратить падение и деградацию человека. Это вопрос совершенствования законодательства, который нашим парламентом, как я понимаю, решается не очень-то успешно. Но какая во всем этом роль церкви? Как всегда, в том, чтобы указать людям высшие горизонты бытия, надмирные, вечные, сердце человека не должно быть так сильно привязано к материальным благам, чтобы, сидя на кучах нажитого добра, он забыл о горних обителях Царствия Божия, приготовленных для него. Церковь всегда призывает своих духовных чад не увлекаться погоней за увеличением достатка или за стабильностью благополучия. Конец цитаты. Далее эту цитату комментирует Игнатий Тихонович Лавкин. Ответ как один к одному с ответом Кирилла Гундяева. Прямо указать на Христа нет опыта, нет движения, нет родства со Христом. Где души родились свыше, там эти вопросы и не нужно ставить. Они в ежедневном служении с полной отдачей. Евангелие от Матфея, 5 глава, 16 стих. И провождать добродетельную жизнь между язычниками. Дабы они за то, что злословят вас как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. Послание к Ефесянам, 2 глава, 10 стих. Ибо мы Его творением созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. 1 Тимофею, 5 глава, 25 стих. Равным образом и добрые дела явны, а если и не таковы, скрыться не могут. Потери мои зарастали быльем, может, встречи еще предстоит пережить. Пусть не так наяву, когда были вдвоем, а теперь даже в памяти стали чужими. Помню первый арест и кровавый рубец по всему, что срослось и сроднилось со мной. Не поможет теперь мне ни мать, ни отец, и жена, и друзья за высокой стеной. Как же мне не хватало друзей и родных, парой слов перекинется не с кем душевно, и убийственно ясно ошибки видны. Я на голой скале после кораблекрушения. Море билось, ерясь, и весь год бушевало. Постепенно покой водворялся в душе, до конца не извлек одиночество жало. Изменения в себе замечаю уже. Но, Господь, но Спаситель меня не покинет, Примет жаркую просьбу, как сам обещал. Я во чреве кита, голова моя в тине, и молитва о главном, не о мелочах. Не хватает друзей, пару слов им сказать, с усложнением слушал бы я их часами. После всех перепетий взглянуть им в глаза, пересыпано слово их Божьим Писанием. И теперь, по утрам до ночных петухов, жду звонков телефонных и стука друзей. Им плеяда и строк из колючих стихов, тем роднее и ближе, чем было грозней. Время бурным потоком уносит и нас, наш уход незаметно для многих пройдет. Мир не помнит Голгофу, забыл про Синай, лишь пустыня забвения, и там ручеек. Будет суд, возвращение потерь и утрат, Дух Святой озарит, что сокрыто в потерях, Что отдал добровольно, получим сто крат, Развернет на восток, и последний стал первым. 2 февраля 2005 год, Игнатий Лапкин